Здравствуйте! Я Лилия Тимеева. Буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. 20 лет Щелковской художественной галереи. На юбилей пришли почетные гости, друзья и ценители искусства. Кино Благодарю. Выставка афиш кинофильмов открыта в галерее. По традиции о самых интересных событиях культурной жизни расскажем в рубрике Культ Курьер. Выставка династии Виханских открылась в Доме кино. Чьи слова? В лесу родилась елочка. Самая известная новогодняя песня была написана скромной женщиной. Как ее зовут? Расскажем в Культ Просвете. 20 лет исполнилось Щелковской художественной галереи. Дата, согласитесь, прекрасная. Молодость, расцвет в Кубе с уже устоявшимися традициями и приобретенным опытом. Поздравить сотрудников галереи пришли друзья, коллеги, почитатели искусства и, конечно, наша съемочная группа. Щелковская художественная галерея – это не просто высылочные залы. Это дом, в котором всем рады. Здесь всегда царит творческая атмосфера. Сегодня ей исполняется 20 лет. Эти стены – своеобразный холст, на котором всегда есть место фантазии, мысли, стремлению, созиданию. Приобщиться к миру искусства и живописи вот уже 20 лет могут посетители Щелковской художественной галереи. Картины, как правило, они хранятся тысячелетиями и служат из поколения в поколение для того, чтобы воспитывать подрастающих в правильном понимании мироздания. Сочные краски, тонкие штрихи, разнообразие жанров и стилей. Кажется, галерея за эти годы видела многое. Директор, вице-президент Творческого союза художников России, академик Петровской академии науку и искусств и просто художник Александр Беглов вспоминает. 20 лет назад все начиналось с двух лампочек и пары картин. Тогда при поддержке главы района Леонида Вердохлебова галерея стала преображаться. Состоялся первый ремонт. Сегодня обновленное учреждение выглядит солидно и современно. Но главное даже не в этом. Важно то, что здесь трудятся и вкладывают душу в каждую экспозицию сотрудники Щелковской художественной галереи. У нас есть такое уникальное учреждение, как галерея. Оно такое одно. Мы им очень дорожим. В него приходят самые разные люди. И каждый из них находит здесь что-то интересное, что-то уникальное, что нравится именно ему. Будь то культурно-массовые мероприятия, будь то выставка, будь то многочисленные мастер-классы и другие организационные формы работы. Это здорово. И в том, что это так, безусловно, есть колоссальная заслуга тех людей, которые здесь работают. Пожелания к юбилею звучали от души. Прислал поздравительный адрес и депутат Государственной Думы Сергей Жигарев. Поздравляли тепло, уважительно. А как иначе, 20 лет молодости, расцвет. А все же многое за эти годы накоплено. Свой картинный фон, дружеские связи, признание коллег, любовь посетителей. Так держать. Потрясающее у вас движение. Мощное, красивое. Я имею в виду движение галереи, движение в области культуры. Мы с вами. 20 лет творчества, стремление приучать людей к искусству сеять. Вечное, доброе, прекрасное. Это ли не главное для тех, кто служит во благо красоты и гармонии? Я в живописи люблю чистый холст. Потому что смотришь на него и думаешь, сколько же можно еще натворить. Хотелось бы на будущее смотреть как на чистый холст. Что-то заново начать, что-то попробовать по-другому, но сохранив традиции, которые были за эти годы. Билет в советское прошлое. В галерее открылась выставка, посвященная году кино. Экспозиция включает в себя работы, уже ставшие классикой и новинки отечественного кинопроката. Горячо любимые советские киноленты, мультфильмы, на которых выросло не одно поколение и новинки российского кинематографа. В Щелковской художественной галерее открылась экспозиция, посвященная году кино. Дорогие друзья, поздравляю вас с открытой выставкой. Желаю вам всего хорошего и желаю вам просмотра фильмов, особенно советских фильмов. Потому что фильмы эти создавались с очень хорошими историями, очень хорошим языком, очень хорошие другие. На выставке представлены работы двух художников. Лилии Левшуновой, автором многих плакатов к советским кинолентам, и Анны Талеевой, написавшей портреты героев и героинь различных кинофильмов. Вдохновила любовь, конечно, я люблю, хорошо знаю наше кино, но не смогла не сказать таким образом, наверное, спасибо. Если произведения живут так долго, и они должны жить, просто диву даешься, какой талант, и какое выверенное это произведение от лица многих специалистов, которые трудились над этим. Экспозиция сочетается работой, выполненной в жанрах плаката и графики. Все они отражают различные периоды в жизни российского и советского кинематографа. Вот, например, работа под названием «Неженское дело», посвященная кинофильму «Битва за Севастополь», вышедшему на экране в 2015 году. Разные жанры, разные периоды развития отечественного кинематографа, но общее одно – любовь к кинопроизводству, советской классики и восхищение культовыми режиссерами и актерами. Экспозиция «Своеобразный билет. Советское прошлое. Возможность в одно время и в одном месте увидеть льва Бонифации, мальчиша, кибальчиша» – героев уже классических кинолент и современных российских фильмов, посвященных советскому прошлому. Выставка продлится до 15 января. Первые посетители уже поделились впечатлениями. Приятно удивила манера письма. Я не ожидала, что графические работы могут вот так вот быть выполнены. А вообще мне все очень тут понравилось. С отчетом о наиболее ярких событиях культурной жизни района спешит культкурьер. Юбилейный концерт детского образцового ансамбля эстрадного пения «Лучик» нам 15 лет прошел в Доме культуры Медвежьих озер. Коллектив активно выступает на мероприятиях района, принимает участие в различных конкурсах. Гала-концерт патриотической песни состоялся в районном Дворце культуры. Лейтмотив конкурса – тема любви к отчизне. В конкурсе не первый год принимает участие хор юношей летной школы под руководством Любови Недорезовой. В нашем коллективе каждый год на 50% обновляется состав. Младшие приходят, старшие уходят. Такая текучка большая. Трудно, конечно, особенно в начале, потому что маленькие вообще… Вот сейчас коллектив будет стоять на сцене, они никогда не пели до того, как пришли в школу. В школе уже 15 лет. Каждый год в коллектив приходят новые курсанты. Любовь Недорезова прививает будущим военным любовь к родине через песню. Ради родины чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Грандиозный концерт презентовал хор «Славия». Хор крепко закрепился в позиции лучшего. Великолепный, потрясающий коллектив, которым восхищается не только в Щелковском муниципальном районе, в Московской области, но и во всей Российской Федерации. Яркие вокальные номера, традиционный стиль хора «Славия». В межпоселенческой центральной районной библиотеке прошла творческая встреча с писателем и поэтом Ириной Трубкиной, лауреатом литературного конкурса «Полярная звезда». Ирина является активным участником литературно-музыкальной гостиной при библиотеке села Трубино Московской области. Совместно с авторами литературно-музыкальной гостиной были выпущены три сборника «Родной край». Ожидание праздника важнее самого праздника. Так говорят те, кто знает, эти дни перед Новым годом и Рождеством наполнены ощущением чуда и волшебства. Именно поэтому на площади города Щелково жители ожидало настоящее сказочное представление. Ощущение праздника есть у тебя? Есть. А что такое ощущение праздника? Ощущение праздника – это когда тебе весело, когда ты веселишь вместе и тебе радостно. Всех пришедших, а их слова было немало, ожидали веселые конкурсы, хороводы и, конечно же, подарки. Нам нравится праздник, ура! Детки, которые этот праздник ждут особенно, подготовились к представлению. Кто-то даже выучил стишок. Дети водят головой, хлопают в ладоши. Здравствуй, здравствуй, Новый год, ты такой хороший. В нашем районе уже по традиции особенно готовятся к встрече праздников, проводят мероприятия, создающие новогоднее настроение. В ожидании новогодних каникул очень важен настрой, ведь, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А верить и надеяться нужно только на позитив. Поздравляю город с Новым годом, чтобы все было хорошо, много любви, счастья и здоровья. Согревающие зимние песни, красочные представления и горящие восторгом глаза малышей – явные признаки того, что самый любимый праздник совсем близко. Считанные дни остались до Нового года, а с размахом к встрече готовятся и в городе Щелково. Каждый год тысячи жителей собираются, чтобы увидеть захватывающее шоу, которое уже давно стало яркой новогодней традицией. Декабрь уходящего 2016-го не стал исключением. На стадионе универсального спорткомплекса Подмосковья ждут особого парада – новогоднего шествия Дедов Морозов. И вот один за другим на поле появляется более сотни новогодних кудесников. Такой парад можно назвать настоящим брендом Щелковского района. Больше нигде в Подмосковье мы подобного зрелища не увидим. Ну а в Щелкове считают – больше волшебников, больше исполненных желаний. Дедушкам не чужда дисциплина парада. Маршируют в колонии Потре, не забывая приветствовать ребятишек. И, конечно, очень скоро к своей новогодней свете присоединяется ее предводитель – главный Дед Мороз с неизменной спутницей, очаровательной Снегурочкой. Поздравили с наступающими праздниками жителей города и другие почетные гости. Ребята, сегодня начало новогодних праздников. Я хочу, чтобы каждый из вас загадал свое желание. И не только ребята, но и взрослые. И это желание обязательно сбудется, потому что сила нашего Деда Мороза, она усиливается всеми Дедушками Морозами, которые стоят на этом поле. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были все такими энергичными, как вот этот петушок, который сегодня здесь показывает мастерство свое. Посмотрите на него. Он сегодня говорит о том, что он желает вам быть энергичными, дружными, счастливыми. И, конечно же, самыми-самыми добрыми на этой планете. С праздником вас, дорогие друзья! После любимых новогодних песен, энергичных танцев и теплых пожеланий приходит время для самого долгожданного момента. А юные жители города Щелково помогают Дедушке зажечь красавицу елку. Раз, два, три! Елочка горит! Как по волшебству загорается не только елочка. Гостей праздника ожидает еще один новогодний сюрприз. В небе распускаются праздничные огни салюта. А ведь это только начало праздника. Впереди еще много веселья, угощений и отличного новогоднего настроения, которое после такого представления придет в каждую семью и уж точно к самим Дедушкам Морозам. Я первый раз участвую в этой акции, впечатление очень приятное. Впереди праздники, Новый год и то волшебство, которое случается, оно действительно приходит каждый год. Шикарный праздник, главное детям, чтобы было весело, хорошая дискотека, молодцы! Очень понравилось! Счастья, удачи, добра! Замечательные, самые лучшие, все здорово, спасибо! Все мне понравилось! Мне больше всего салют понравился! Очень понравилось! Так интересно, так весело! Заводное такое шоу было, ну здорово, нам понравилось! Дети в восторге! Мне очень понравилось! Отлично, нам все понравилось! Что тебе больше всего понравилось? Дед Морозы и Снегурочки! Много Деда Морозов, салют красивый! Что еще? Скажет герой! Феерично все прошло, нам понравилось, детям тем более все улыбались! Всем привет, с наступающим! В Москве открылась выставка работ династии Виханских. История этой семьи уже была рассказана в одном из выпусков культурного контекста. Теперь работы семьи Виханских украшают зал знаменитого Дома кино. Выставка династии Виханских открыта в Доме кино. Теперь картины художников, братьев Игоря, Виктора и Алима украшают стены этого заведения. Сыновья знаменитого отца, художника Самуила Виханского, унаследовали любовь к живописи. Выставка наполнена картинами разных периодов. Здесь и разные стили, и художественные направления. Посетили выставку ценители наследия династии, друзья и коллеги. Как известно, семья Виханских долгое время жила в поселении Загорянский. Коллекция картин частично привезена оттуда. На выставке были представлены и пейзажи родного поселения. Немало теплых слов звучало на открытии. Отмечали гости разнообразие и неповторимость стиля творчества династии Виханских. Образцовое искусство. В кружок декоративно-прикладного творчества «Калибри» приходят дети разных возрастов. Они не просто занимаются живописью, они творят совместно с талантливым преподавателем Натальей Евграфовой. С 1998 года в доме культуры поселка Чкаловский работает кружок декоративно-прикладного творчества под названием «Калибри». Дети от пяти до пятнадцати приходят сюда на занятия по различным видам художественных ремесел. Детям как-то скучно, наверное, заниматься одним. Мы стараемся работать в разных техниках. Это у нас и акварель, гуашь, уголь, сангина, пастель. Конечно, дети постарше, у нас уже батик, батик холодный, горячий. Мы стараемся создавать работу декоративно-прикладного творчества, это валяние шерсти. Шерстяная акварель, игрушки из шерсти, батик – все это дело рук детей, творящих под чутким руководством Натальи Евграфовой, художника по образованию. Наталья прекрасно понимает, любовь к живописи, декоративному творчеству можно привить только личным примером, коим она, собственно, и является. О том, что работа учеников кружка выполнена на довольно высоком уровне, говорит и недавно присвоенное ему звание образцового. Шли к этому долго, старались, все старались, несколько лет. На протяжении нескольких лет создавали работы, вот, и вот получили такое звание высокое. Были отмечены комиссии на высоком уровне, нам все это очень нравится. Каждый ребенок талантлив по-своему, каждый находит здесь, в кружке «Калибри» свое дело. Сегодня здесь занимается 60 детей. Наталья Евграфова признается, порой совершенно неясно, насколько разовьется художественный талант. Однако, как и в любом деле, здесь важны и терпение, и труд, и, конечно же, увлеченность, и любовь к занятиям. Мне очень нравится, когда дети создают работу, и я знаю, что такое получать удовольствие от творчества. И мне очень нравится, когда вижу удовлетворение на лицах детей. Мне это очень импонирует, и поэтому, вот, пожалуй, это высший смысл. Глядя на столь талантливые работы учеников кружка «Калибри», невольно понимаешь, как важно развивать ребенка, как важно прививать художественный вкус и видение. И преподаватель, и художник теперь уже образцового коллектива декоративно-прикладного творчества Наталья Евграфова знает об этом не понаслышке. В лесу родилась елочка. Слова знаменитой новогодней песни, кажется, знают все. А знаете ли вы, кто написал эти слова? А ты новогодние песенки знаешь? Не очень. Не очень? А в лесу родилась елочка, знаешь песню? Да. А спеть хоть куплетик можешь? Ну, я знаю, но я не помню. Вогодние песни знаете? Какие? Про елочку? Чуть-чуть поем. На чуть-чуть. Давай, давай. Родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. А кто написал эти песни? Ой. Кто написал? Вот так, да? Я не знаю, правда. В лесу родилась елочка, знаете? Ну и что? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. А кто стихи-то написал эти? О, Господи. Может, Шаинский? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. А кто написал эту песню? Не знаю, честно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ну, даже все знают песню. Да. А кто написал слова? А кто написал? Михалков или Маршак? Кудашева. Какая ты умница! Ты умница просто! Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? На книжке с загадками есть. У нее младший брат есть просто. Да-да, друзья, автор такой знаменитой песни. В лесу родилась елочка Раиса Кудашева. На самом деле, мало кому известно. О жизни этой женщины полна интересных событий. Урожденная белорусско-литовская княжна Гедроиц из рода литовского происхождения. Отец – чиновник московского почтамба, заслужившийся до надворного советника. О жизни Раисы Кудашева известно мало. Она окончила женскую гимназию имени Пруссель, служила гувернанткой у князя Кудаши. Позже вышла за него замуж. По отзывам близких обладала педагогическим даром. Работала учителем, а в советское время несколько десятилетий библиотекарем. С детства писала стихи. Первое сочинение появилось в печати в 1896 году. С тех пор стихи и детские сказки Кудашевой стали появляться на страницах многих детских журналов, таких как «Малютка», «Светлячок», «Подснежник», «Солнышко» под псевдонимом А.Р.Р.К. «Я не хотела быть известной, но и не писать не могла», – впоследствии говорила она. В 1899-м в журнале «Русская мысль» была опубликована повесть Кудашевой Лери, которая так и осталась ее единственным произведением для взрослых. В повести рассказывается об отрочестве юности девушки из дворянской семьи, о ее первой большой любви к блестящему офицеру. Раиса Кудашева – автор стихотворения «Елка». Часть этого стихотворения была положена на музыку. Так и появилась песня «В лесу родилась елочка». В декабре 1903 года в новогоднем номере журнала «Малютка» было напечатано стихотворение «Елка», подписанное псевдонимом А.Э. Стихотворение, положенное два года спустя на музыку Леонидом Бекманом, обрело всенародную славу, но имя его истинного автора долгое время оставалось неизвестным. Раиса Адамовна не знала, что «Елочка» стала песенкой. Только в 1921 году совершенно случайно, когда она ехала в поезде и услышала, как девочка поет ее «Елочку». Существует легенда, что авторство Раисы Кудашевой было раскрыто при вступлении в Союз писателей СССР. По одной версии, однажды в кабинет Максима Горького постучалась пожилая женщина, которая сообщила, что хотела бы вступить в его организацию. Когда Горький поинтересовался, что же она написала, женщина ответила «Только детские тоненькие книжки». На это Горький ответил, что в его организацию принимают только серьезных авторов, написавших романы и повести. «Нет, так нет», ответила на это женщина и пошла к выходу. А потом обернулась и спросила «Может, вы слышали хоть одно мое стихотворение?» и прочла Горькому знаменитые строки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Услышав эти строки, Горький тут же принял Кудашеву в Союз писателей. По другой версии, эта история произошла с Александром Фадеевым. Фадеев спросил, так это вы написали? И стал вспоминать, где это было напечатано, и как он первый раз прочел эти стихи и плакал, как плачут все дети, когда доходят до последних строк стихотворения. Известность и признание пришли к писательнице лишь в конце 50-х, когда и шел уже восьмой десяток. В то время были напечатаны два интервью с писательницей. Она объясняла свою нелюбовь к публичности так. «Я не хотела быть известной, но и не писать не могла». На сегодня это все. Наступает Новый год. От всей души поздравляю вас. Желаю хорошего настроения, благополучия, крепкого здоровья и, конечно же, культурных выходных и будней. До новых встреч в новом году. Редактор субтитров А.Семкин